МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В ноябре этого года в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации появилась новая строка. Теперь следственные органы официально могут использовать детектор лжи. Наука на службе закона звучит неплохо, но не получится ли так, что электронный помощник только усложнит правоохранительным органам их работу? И можно ли доверять бездушной машине в столь тонких вопросах правды и лжи? Зрачки расширяются, сердцебиение учащается, дыхание становится поверхностным. Это верные признаки того, что человек говорит неправду. Даже если внешне лжец выглядит невозмутимым, взять под контроль все системы организма пока ещё не удавалось никому. Вывести лжецов на чистую воду. Такие попытки предпринимались ещё в Древнем Китае. Подозреваемых заставляли жевать сухую рисовую муку. Если человек во время допроса эту муку так и не прожевал, и не проглотил, значит, считалось, что он виноват. Китайские дознаватели были недалеки от истины. Действительно, в момент волнения или страха отделение слюны резко сокращается. Но кто знает, чего на самом деле боится человек на допросе? В Древней Инквизиции тоже был свой, так сказать, полиграф. Он заключался в том, что руку обвиняемого опускали в котел с кипящим маслом. И по размеру волдырей на ожогах определяли степень его вины. В датчиках современного полиграфа нет ничего страшного для человека. Они не содержат токовых характеристик, излучающих, температурных, щипающих и так далее. Фактически, это медицинские датчики, которые измеряют показатели тела в психофизиологической реакции. Проведём эксперимент. В нём нашему корреспонденту досталась роль шпиона. Задача – похитить драгоценную пластинку и не выдать себя. Кажется, что может быть проще. Датчики, установленные на пальцах и голове испытуемого, будут считывать пульс, частоту дыхания и интенсивность потоотделения. Ну, давайте сделаем так, что в некоторой фирме, в некоторой фирме в конверте хранились драгоценные слитки или бумаги, или пластинки драгоценные. Они все из золота. Просто разные цвета золота. Итак, допрос начинается. Задача полиграфолога – определить, какого цвета пластинка была похищена нашим корреспондентом. Вы сможете мне честно ответить на вопросы о пропаже ценной пластинки? Да. Вы имеете какое-нибудь отношение к пропаже ценной пластинки? Нет. Известен ли вам абсолютно точно цвет пропавшей пластинки? Нет. Внешний корреспондент ничем себя не выдал. Но что скажет машина? Вот на этой полиграмме, на этом графике, очень наглядно видно, что самая яркая, самая такая реакция на сокрытие информации идет на коричневый цвет. Машина не опомнилась. Я выбрала коричневый. Казалось бы, беспристрастный электронный помощник незаменим на службе следственных органов. Активно стали использовать полиграф где-то последние 20 лет. И вроде бы срок очень громадный, но скепсис в этом вопросе тоже вагон и маленькая тележка. В качестве веского аргумента противники использования полиграфа нередко приводят в пример историю с Чикатило. Человека, которого, в общем-то, обвинили во всех этих самых страшных преступлениях, которые Чикатило совершил, его обследовали на полиграфе, и полиграф подтвердил его вину. Александр Кравченко был признан виновным в нескольких преступлениях и приговорен к высшей мере. Однако убийства не прекратились. Настоящий преступник все это время был на свободе. Генерал-лейтенант юстиции Юрий Ликанов пытался использовать детектор лжи еще в 80-е. Но тогда проверку на полиграфе приравнивали едва ли не к гаданию на хрустальном шаре. Написал служебную записку начальник управления делами. Прошу оплатить счет на вретение полиграфа так вот. Но он мне заявил так только через мой труп. Но уже в наше время именно полиграф помог раскрыть несколько преступлений. 2004 год. Таганский район столицы. Изнасилованы и задушены несколько молодых девушек. Все признаки указывают на то, что в городе орудует маньяк. Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Обратились за консультацией к полиграфологу Олегу Барышеву. Оперативники говорят, скорее всего, он ни в чем не виноват. Он лучше прораб на стройке. У него двое детей. Он женат. И все нормально, все хорошо. Он говорит, посмотри. Я начинаю смотреть по общим таким тестам. Смотрю, что аппаратура его не пропускает. Но подозреваемый вины не признавал. И тогда эксперт решил провести уточняющий тест. Вы держали в руках в ту ночь эту пряжку, эту, эту. И на ту большую пряжку, которая и действительно была на убитой девочке, пошла реакция. Он сказал оперативникам, что если бы не полиграф, то они бы его никогда не раскрыли. Пока следователи шаг за шагом осваивали применение прибора для выявления преступника, детектору лжи нашлось место и на гражданской службе. Точнее, на коммерческой. Сегодня многие крупные компании предлагают при приеме на работу пройти тест на полиграфе. Видимо, хотят знать все о своем будущем сотруднике. Но чем это грозит самому соискателю? Правильно ли это? Изначально подозревать человека. У нас свободная сторона. Не хочешь не ложись под детекты лжи. Другое дело, что консекции этого могут быть какие-то. Например, работодатель, к которому вы приходите, говорит, нет, если вы не пройдете, у меня детекты лжи, я вас не возьму на работу. Но это его личное дело. Понимаете, кто скажет, что он не прав? Никто. Известная актриса Ольга Копосова, сыгравшая начальника ФЭС в сериале «След», напротив считает, что полиграф не следует использовать при приеме на работу. И признается, что испытывает к этой машине весьма двойственные чувства. Он не жалеет, он не может наврать или что-то такое, он говорит только правду, поскольку это техника, как компьютер любой. А с другой стороны, этот злосчастный полиграф покажет, что, ах, он там заволновался, значит, что-то не то. Поэтому, не знаю, у меня двойственный какой-то. Я и верю в него, и не верю. Эксперты рекрутинговых агентств подсчитали, что из-за одного неудачно нанятого сотрудника компания несет убыток примерно в 15 его месячных окладах. Обманывает человека нет, он больше ничего не может сказать. Но на большее детекторы жены не способен. Он не может убедить людей в том, что этот человек находился, не готовился к нему и каким-то образом не обманул его. Это же невозможно. А что, если полиграф ошибется? Ведь погрешность при тестировании не такая уж и маленькая – до 15%. А человек лишится выгодной должности, даже если на собеседовании он был предельно честен. Я бы это назвал таким добровольно-принудительным механизмом. Здесь, скажем так, уже изначально заложена вот такая вот, как бы, хитрая. Чем чаще применяется детектор лжи, тем больше желающих его обмануть. Как это сделать? Интернет-поисковик на такой вопрос выдает более миллиона сайтов с ответами. Проверьте сами. Все это есть в открытом доступе. Есть даже, скажем так, определенные коммерческие компании, которые обучают, как это делать. Поэтому, в принципе, если человек изначально готов на то, чтобы идти, значит, на преступление, ему не составит большого труда, как бы, к этому подготовиться. Но есть и тем, для кого умение противостоять детектору лжи – вопрос жизни и смерти. Это сотрудники спецслужб. Я слышал рассказ о нашем очень известном разведчике, который был вычислен в Америке только благодаря использованию полиграфов. Рудольф Абель – легенда отечественной разведки. Под видом владельца небольшой фотостудии он долгие годы руководил советской разведывательной сетью в Америке после войны. Но по наводке предателя Рудольф Абель оказался в руках американских спецслужб. Он попал в число подозреваемых лиц, которым эта информация, которая утекала в Союз, была известна. И его проверяют на полиграфе. Мы знаем, что вы разведчик. Первая же проверка на детекторе лжи закончилась для Абеля полным провалом. Американцы не только раскрыли его деятельность, но и нашли с помощью полиграфа тайник, где хранились все шифры и неотправленные донесения. Мы знаем, что у вас есть тайник. Мы знаем, что он находится с территории штата. Вот такой круг, вот в этой половине круга. По его реакции, они от этого полукруга потом дальше идут к штату, от штата к городу, от города к улице, от улицы к отелю. А в отеле уже обнаружены в конкретном номере тайник. Рудольф Абель был осужден на 30 лет лишения свободы в американской тюрьме. Но советскому правительству удалось вызволить своего разведчика и вернуть на родину. И вот когда этого разведчика обменяли на американского, то он, прилетев сюда, говорит, надо нам что-то придумывать, чтобы научиться обманывать полиграф. А то будут нас щелкать, как орешки. Появился ли в программе обучения разведчиков специальный курс по обману полиграфа, доподлинно неизвестно. Но большинство верит. Такие методы существуют. Обманывать в принципе можно, потому что я думаю, что какие-то разведчики или какие-то люди, я думаю, что это тренировками достигается. Потому что тут главное понять, что тренировать. Какое-то подсознание или какие-то свои эмоциональные. Он же на что-то реагирует, этот полиграф. Очень много интересных историй в средствах массовой информации. В частности, о том, как наши выдающиеся разведчики обманывали полиграф. Причем успешно. Сегодня даже сторонники применения детектора лжи не скрывают. Время от времени он все же дает осечки. И факты ошибочного заключения полиграфа стали всплывать чаще. Так значит, машина тоже может ошибаться. Если речь идет, скажем так, о тех структурах, которые призваны стоять на страже интересов и безопасности граждан, я считаю, что мы не имеем здесь права играть в рулетку. Выйдет, не выйдет. По мнению же эксперта Олега Барышева, детектор лжи вообще никогда не ошибается. Зато это может сделать полиграфолог. Неграмотный специалист аппаратура его не выручает, какой бы она ни была современной. Поэтому, если детектор делает ошибки, то это не детектор, это специалист. По мнению некоторых экспертов, именно человеческий фактор делает полиграф бесполезным в деле борьбы с коррупцией. Вы видите ли, в чем дело. Если мы разучились доверять людям, то доверять полиграфу нельзя вообще. Потому что на нем тоже работают люди. И стоит вопрос, а судьи кто? Возможно, в будущем полиграфы станут настолько совершенны, а специалисты настолько безупречны, что ни одна ложь не останется незамеченной. Но это в теории. На практике, как мы знаем, действие равно противодействию. На каждый меч найдется свой щит. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова